Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Под риском увольнения 170 сотрудников. Почему в Михайловском районе без работы может остаться целый поселок? Школа или гестапо. В Барнауле стали известны еще несколько случаев травли детей в общеобразовательных учреждениях. Почти 11 миллиардов рублей. Какие дороги и мосты планируют отремонтировать в Крае в следующем году? В Краевой суд направлено дело по факту контрабанды леса в крупном размере. По итогам предварительного расследования, государственный ущерб от экспорта лесоматериала составил 300 миллионов рублей. Установлено, что сбывала лесалтайская компания. Ее преступную деятельность раскрыли около года назад. В отношении руководителя компании, 42-летней жительницы Алтайского края и ее сообщника, возбуждены уголовные дела. Фигуранты организовали отправку в Среднюю Азию железнодорожным транспортом по фиктивным международным контрактам. Более 70 тысяч кубометров российского леса, стоимость которого превышает 500 миллионов рублей. Во время следственных действий выяснилось, что злоумышленники экспортировали лесоматериалы через государственную и таможенную границу с нарушением закона. Фигурантов дела обвиняют в контрабанде, уклонении от возврата денег и незаконном образовании юридического лица. Максимально возможная мера ответственности по этим статьям. Штраф до миллиона рублей и до 10 лет лишения свободы. На грани банкротства одно из сельхозпредприятий Михайловского района через суд пытается списать долг в 50 миллионов рублей. Люди боятся, что в случае закрытия городообразующей компании они не просто останутся без работы, но и развалится все село. Тысяча голов скота и 7 тысяч гектаров. Для села предприятие крупное, 140 рабочих. Это зимой его может не стать. Руководитель говорит, предприятие довел до ручки прежний глава. Какие-то деньги выводил или председатель наличным путем с кассы на 2,5 миллиона. Там были договоры, где люди даже не знали о них. 800 гектар отдали за 100 рублей в год субарены. То есть это немножко даже смешно. А еще, по словам Романа, который возглавил предприятие в апреле, за бесценок продавали зерно и технику. Весь масштаб долгов, 50 миллионов, оценил после посевной. К тому времени 10 сотрудников обратились в полицию. Бывший глава им не доплатил. Но за лето, говорят, ответ от УВД так и не поступило. А ферме, между тем, грозит банкротство. Была увеличена искусственно-кредиторская задолженность СПК Рокетовский. В результате чего кредиторы обратились в суд. Причем кредиторы, по крайней мере, как следует из той документации, которая была мне представлена, которая имеется у руководства организации, являются, по сути, лицами аффилированными. По словам адвоката, речь идет о бывшем главе предприятия и владельце КФХ в соседнем районе Дмитрие Горбове. Его компания продавала в СПК Рокетовский зерно, а сейчас Горбов главный кредитор фермы. Кстати, именно ему прежний хозяин рассказал хозяин нынешний и сдал землю по сотне рублей за участок в год. Судя по словам Дмитрия Горбова, он рассчитывает на скорейшие конкурсные процедуры на банкротство и не видит для себя риска не получить эти деньги. Сейчас стороны разрешают конфликт в суде, правда, идти на мировую в Рокетах не намерены. По словам адвоката, они пытаются доказать незаконность соглашения об отчуждении имущества фермы. Тогда и общий долг предприятия сократится. А пока возврат 50 миллионов рублей означает потерю половины хозяйства. А если речь пойдет о его продаже, то по заниженной стоимости с молотка уйдет все. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. В Барнауле стали известны еще несколько случаев травли детей в школах. Два из них произошли в том же учебном заведении, что и инцидент, о котором на днях рассказывали все краевые СМИ. Речь шла о возможных издевательствах над восьмиклассником. В школу, которая гремит сейчас на всю Россию, сын Натальи и Олега перевелся, когда учился в четвертом классе. Почти сразу, рассказывают родители, над ребенком стали издеваться трое одноклассников. Пиком насилия стал перелом лодыжки мальчика. По словам взрослых, их сына держали, били, и одна из девочек все происходящее снимала на камеру. Не найдя понимания со стороны руководства, школы ребенка в итоге перевели в другое учебное заведение. Вот как отец мальчика вспоминает свой первый разговор с директором школы. Еще, говорит, вам скажу, что вам придется отвоевать место под солнцем. Для меня тогда фраза... Слово-слово, я ни грамма не вру. Да, это цитата. Ну и я особо-то не обратил на это внимания. Ну, всякое понятное дело, что придется как бы в определенном смысле. Ну, не до прямого же события. Он пытается, вырывается, потом отпускает, и он падает головой об бетонный пол. Я говорю, почему мы должны встречаться с родителями, ну, то есть это вообще не конструктивный будет разговор. Вы должны принимать какие-то меры. Она говорит, я ничего не должна. Я все сделала по инструкции. Я больше никого вызывать не буду. Сын Яны тоже подвергался издевательствам со стороны учеников той же школы в течение нескольких месяцев. Руководство учреждения на проблему не обращало внимания, говорит женщина. И когда у сына окончательно скатилась успеваемость, и ребенок сказал маме, что не хочет ходить в эту школу, Яна перевела мальчика в другую. Между тем, сегодня стало известно о школьной травле еще в одной, в 98-й. Там двоих детей избили настолько, что им потребовались операции. Родители пострадавших уверяют, что это дело рук банды с так называемыми, как сами родители говорят, блатными понятиями. Отметим, что по первому обнародованному факту, о котором женщина оставила пост в соцсетях, сейчас проходит проверка комитетом по образованию города. Ситуацию держат на контроле мэр Барнаула Сергей Дугин, уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева и российский омбудсмен Анна Кузнецова. Должники за коммунальные услуги в Бийске рискуют остаться без горячей воды. Специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями обслуживающих компаний вынуждены были пойти на крайние меры. Они готовы оставлять злостных неплательщиков без горячей воды. Евгений Плохотин продолжит тему. Всего пару секунд и должник остается без горячей воды. А все потому, что платить за коммунальную услугу нужно было своевременно. Различного рода отговорки, мол, не успел или не знал, уже не в счет. Татьяна Федоровна, здравствуйте. У вас было направлено предупреждение о восстановленном строке оплаты. В случае неоплаты, что вам будет приостановлена подача горячей воды снабжения. Все ограничения потребителей абсолютно законны. Энергетики заблаговременно и неоднократно предупреждали должников о том, что намерены произвести отключение горячей воды в случае, если долг так и не будет погашен. Однако далеко не все оказались добропорядочными. С начала этого года многие бейчане уже были отрезаны от горячего водоснабжения. По-другому, говорят специалисты теплосбытового подразделения Сибирско-генерирующей компании, злостные неплательщики не реагируют. Как правило, после того, как люди остаются без горячей воды, они в кратчайшие сроки пытаются погасить имеющийся долг. 99% оплат после ограничения, потому что наше население уже привыкло пользоваться благами нашей компании. Соответственно, без них им сложно, и они всеми путями оплачивают и подключаются заново. При подключении они обязаны оплатить все расходы, которые компания затратила на данные ограничения. Такие совместные рейды специалисты теплосбытового подразделения Сибирско-генерирующей компании и представители обслуживающих организаций будут проводить и дальше. И для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит погасить имеющиеся долги. В противном случае ждите в гости слесаря сантехника. Евгений Плохотин, Сергей Дровских, Будни. Ударят по бездорожью. В следующем году в крае планируют отремонтировать почти тысячу километров дорожного полотна. В Барнауле мастера хотят обновить сразу несколько центральных проспектов и один мост. Название улицы вы сейчас сможете увидеть на экранах. Та самая единственная переправа в краевой столице – мост на шоссе Ленточный Бор. Его состояние привлекло внимание общественности после того, как один из жителей выложил снимки в глобальную сеть. На них видны трещины на опорах объекта. В будущем мастера укрепят конструкцию и расширят до четырех полос. Дождутся ремонта сразу 18 улиц Наукограда. Около 100 миллионов рублей потратят на дороге Рубцовска. Уделят внимание и региональным трассам. Основные направления тоже сейчас на ваших экранах. На все работы из разных источников в новом году потратят почти 11 миллиардов рублей. Предварительный план будет увеличение на содержание на 17 процентов. Мы планируем увеличить. И больший упор будем делать на ремонты. Порядка 20 процентов найдет в смете дорожная именно тема ремонтов. Немножко снизим объемы строительства в связи с дорогостоящим видом. И будем как можно более массово заниматься ремонтами. В Краевой столице выбрали Супер Маму 2018. Ею стала Диана Гаджиева из Барнаула. Победительница призналась, что к борьбе за почетный титул основательно готовилась. Ведь конкуренция была нешуточной. Три сотни конкурсанток. Впервые праздник такого формата прошел в Крае еще в 2007 году. За 11 лет конкурс объединил тысячи семей региона, которые ожидали рождения ребенка и подошли к моменту творческим. В этом году тема конкурса «Две звезды». Одна из которых яркая, неординарная, разносторонняя и успешная будущая мама. Мы отбираем на уровне тонких материй, на уровне энергетики. Потому что нам нужно создать в зале волшебство. Очарование материнства, любовь к своему ребенку, к своей семье, к своему мужу. Вот это девочки и покажут сегодня нам. Каждая участница подготовила по несколько номеров. Танец, песни, стихи и шоу-программа. В творческой форме женщины поделились историями своих семей. Рассказали, как вместе с мужем с нетерпением ждут появления малыша. Помощниками будущих мам на сцене выступили звезды барнаульской эстрады. Наша семья активная. Мы любим участвовать в различных конкурсах. И мы решили тоже сходить поучаствовать, чтобы были у нас, так сказать, памятные моменты в жизни. Чтобы мы могли что-то ребенку показать, рассказать. И в первую очередь это общение. Это маленькое отвлечение от всего, от бытовых будней. Все равно мамочки, которые сидят дома, ждут свое чудо. Скучно. Здесь мы с девочками общаемся. В завершении праздника участницы прошлого года вышли на сцену, но уже не одни, а с малышами. Они спели колыбельную. Ну а будущие мамы пока готовятся к главному событию в их жизни и наслаждаются зрительскими овациями и положительными эмоциями. Ирина Корчагина, Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости. Не отличишь от настоящего. Вряд ли вам что-либо скажет имя Маурицио Швейцера. Зато наверняка вы знаете, кто такой Андриано Челентано. Так вот, Маурицио первоклассно может изобразить известного итальянца. Об этом в один голос говорят эксперты и миллионы зрителей во всем мире. Теперь у жителей края есть единственный шанс увидеть и услышать точную копию Челентано. Согласитесь, похож. В Барнауле Маурицио обещает исполнить все самые главные хиты маэстро. Специально для этого артист составит эксклюзивную программу. Говорит, бывает так, что в России популярны те композиции, которые менее популярны в самой Италии и наоборот. Премьера Челентано Трибьют Шоу назначена на 25 ноября в Театре Драмы. К этому событию в нашей группе в социальной сети «Контакт» запущен розыгрыш двух билетов. Заходите, читайте условия. И, как говорится, Бона Фортунова. Редактор субтитров А.Семкин Новая карта – это до 90 дней рассрочки на любые покупки во всех магазинах. Приобретаете вы сегодня, а возвращаете деньги в течение трех месяцев. При этом на протяжении всего срока не начисляются проценты. А лимита карты в 300 тысяч рублей. Хватит на множество целей. Тем более, что приближается «Черная пятница» – день больших распродаж и значительных скидок. В Банке Восточной подготовили свои очень заманчивые предложения. «Черная пятница» в Банке Восточной будет проходить 22 и 23 ноября. В преддверии больших распродаж многие берут кредиты на покупку каких-либо дорогостоящих товаров. А мы таким образом предоставляем возможность получить двойную выгоду. И на покупку, и на кредит процентная ставка будет снижена. К тому же решения по оформлению кредита примут в течение часа. Для этого достаточно только одного документа. Вместе с Восточным сбываются ваши мечты. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – всё, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. Почти везде пройдёт снег. Днём до 5 градусов мороза ожидается в Бийске и Славгороде. Минус 3 прогнозируют в Заринске и около 0 в Белокурихе. В Барнауле ночью до минус 3, днём на градус выше снежный и южный слабый ветер. Мне остаётся напомнить телефон редакции в Барнауле – 722-440. Все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok